а здрасте всем друзья привет уленькие мы продолжаем золотой колос и что в общем то у нас происходит на нашей карте во первых 18 поле здесь у нас уже созрела рошу такая вот прекрасная мы ее сегодня соберем и выполним контракт который у нас есть также на большом поле так как там посев был чуть позже или даже намного позже короче рош еще не созрела но это не суть важно на самом деле потом соберем засеем что-нибудь другое также контрактики если мы залезем и посмотрим то но конечно же у нас есть рож контракт который мы взяли прошлый раз или в позапрошлые не помню надо привести 140 кубов есть еще на это дело 40 часов плюс у нас по моему 114 кубов есть на базе и сколько-то соберется 17 поля если там со всего этого не хватит умы оттуда еще дополним остальное пойдет на склад потому что рожь мы собираем а также есть друзья контракт на морковку на которой нам не хватило прошлый раз 4 куба и я собирался понадеяться на вот что у кого нибудь вырастет морковка и вроде как она даже выросла да на восьмом поле опять у нас появилась морковка может быть даже есть контракт контракта вообще нету ладно но потом подумал что знаете надеяться на такое не стоит абсолютно я короче посеял одну полосу моркови вот здесь вот с нее мы точно соберем 4 куба прям точно и этот контракт мы выполним так что это не проблема но почему я так рано начал уж точно не из-за уборки шестого поля а все дело в том что я сказал стройку овощехранилище в прошлый в прошлый игровой день перед сыном соответственно 8 часов утра начнется это самая стройка но предварительно надо сюда привести все стройматериалы а их я вам скажу не так уж и мало овощной склад значится надо привести стройматериалы 30 кубов это мы съездим купим бруса мы опять-таки наворуем как прошлый раз бетона 50 кубов надо привести это довольно таки много песка 35 кубов гравия 50 кубов и все рейтинг нам требовался по моему 30 у нас уже 38 и я даже не помню сколько денег я за это отдал что-то в районе 20 может быть 50 тысяч денег так что до 8 часов у нас задача вот это вот все дело привести друзья и начнем мы с бетона как ни странно для того чтобы привести бетон погнали друзья в магазин да как я уже говорил люблю я приходить именно сюда в магазин значится пока шло время там немножко обновлялся пак техники для нашей любимой фермы и кстати говоря завезли сюда мтз q которая у нас была в семнадцатом прохождении но сейчас я особо смысла ее покупать не вижу может быть вместо фиатика ее можно было бы взять хотя с другой стороны 105 лошадей короче ее некуда девать некуда ее присунуть добрялку она нашу не потянет короче буду иметь ввиду если понадобится маленький трактор возьму аутентично также завезли сюда еще экспортировали импортировали переделали конскор вертнули хз как назвать короче хтз вот такой вот его у нас точно не будет потому что ломающийся рама я это все дело не люблю да и 180 лошадей она того не стоит есть намного более красивые и мощные трактора но если что вот такая вот штука здесь есть но и завезли сюда вот такого вот кировца к 700 который типа большой трактор но всего лишь 250 лошадей то есть он с нашим оборудованием тупо не справится да и опять таки ломающаяся рама и все такое я вам просто показываю чуть здесь завезли разработчики они вроде как находится в паке крутой техники я точно не помню но неважно ну а зачем вы вообще сюда пришли сюда также перенесли из прошлой игры из прошлого золотого колоса бетона мешал куман которая именно уже с карты потому что от прицепт который мы прошлый раз ездили он откуда-то какой-то там другой по сути дела он нам не сильно нужен плане того чтобы его покупать потому что не так много строек здесь будет хотя может и много но друзья и мы его купим только перекрасим в оранжевый потому что оранжевый он красивее смотрится да в общем-то 190 тысяч мы за это удовольствие платим и знаете что надо сделать надо записать автодрайв чтобы он по автодрайву это дело работал потому что стройка еще стройки еще будут молочном заводе надо будет строить молоко но это про там бетон не нужен правда для ангара для техники тоже бетон не нужен для зернового хранилища нужен будет бетон заброшенный цех мы наверное не будем брать склад муки на хлебокомбинате надо будет обязательно тоже когда мы до этого дойдем построить склад муки на мельница обязательно надо будет тоже сделать овощной склад мы сейчас строим ангар возле рисовой фермы там бетон не нужен но мы его тоже будем строить склад муки на товарных складах я сомневаюсь что будет и склад жидкости нам не нужен короче понадобится еще когда-нибудь поэтому погнали на бетонный завод он уже открыт с 6 утра и нарисуем там автодрайвик и вот он друзья наш бетонный завод точнее не наши которые здесь находятся полностью автоматизировать все это дело у нас вряд ли получится потому что максимум что мы можем купить это 13 кубов бетона бетон застывает если его сразу дохрена купить и кстати из этого мана он пропадает через час или полтора точно не помню если его купить и оставить в мане то он исчезнет в общем-то надо придумать как сюда грамотно заехать а я уже придумал мы друзья сделаем вот так вот здесь у нас вот такая вот фича пойдет потом мы посоединяем перекрестком здесь у нас пойдет двухсторонняя такая вот штука а дальше пойдет односторонняя вот так вот и соответственно выйдем потом туда главное вот здесь аккуратно заехать а это не так-то просто но ничего можно будет потом подправить если что по крайней мере эта штука работает это меня уже радует чёрт слава богу она не просыпалась я не дождался пока она засыпется зальется и уже начал пожалуй триггер мы поставим вот здесь надеюсь это будет работать будет эта загрузка бетона не знаю пока в какую категорию я это все дело определю но и возвращаем мы все это дело в исходную точку теперь надо это все дело только лишь посоединять аккуратненько и все будет прекрасно работать но максимум еще с триггером подвигать если там будет что-то криво значит соединяем вот так вот потому здесь выезжает тоже будет прекрасно разъезжаться я думаю что налево здесь поворот абсолютно не нужен сторону теплиц и котельной поэтому мы сделаем только лишь направо это вполне себе логично будет значится выезжать ты будешь вот так вот заезжать надо это дело вот так вот еще тоже продлить потому что там тоже все на теплице идет текут и вот так вот и в теории это все дело должно будет работать погнали сделаем еще станцию выгрузки точнее точку выгрузки на базе текс что мы имеем ну бетон я так понимаю мы будем выгружать вот в эту вот штуку справа я не знаю как она правильно называется надо найти триггер насколько близко надо подъезжать может быть надо что-то как-то здесь изменить сторона выгрузки назад влево и вправо вот если мы выгружаем вправо то соответственно вот здесь вот у нас находится триггер и она вот так вот прекрасно будет выгружаться до анимации завезли еще прекрасно сюда завезли классно классно конечно да ну соответственно надо здесь сделать временную тоже линию чтобы это все дело загружалась решнее выгружалась давайте вот отсюда это дело начнем вот так а потом это все делаем и сотрем когда он все привезет и вот здесь поставим локацию бетон выгрузка и соответственно куда-нибудь сюда вот это вот вы видите вот так вот и все будет работать на надеюсь я еще не проверял это знаете ли вместе с вами проверяем ответственно вот этой сюда соединяем и вот отсюда можно сюда соединить и все значит режим редактирования мы вырубаем включаем перевозку товаров возить он соответственно будет бетон загрузка бетона на бетон выгрузка до обозвал я немножко неправильно ну да ничего страшного и отправляем его пускай ездит единственное нужно предварительно сгонять и купить 13 кубов бетона по-быстрому и надо будет так делать постоянно потому что хватает ему здесь купить можно на одну поездку только покупаем черт 5000 стоит кошмар в общем то он тут пускай ездит а мы погнали заниматься другими делами далее мы воспользуемся вот этим вот нашим красивым и очень чистым маном что нам еще там надо привести овощной склад стройматериалы это в контейнерах брус мы тоже в контейнерах повезем песок и гравий нам еще нужны а это все дело у нас происходит на gd 35 кубов и 50 кубов надо всего этого дела привести возьмем конечно же еще по лишнему литру и в общем-то погнали за чем-нибудь первым например чего там больше надо привести гравий гравий 50 кубов фото за ним и поехали сэнсо искал он по ай паритю а и а и смысл и 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 к и а вот мы и приехали вопрос куда вот это вот все дело выгрузить давайте выгрузим наверное вот сюда вот и выгружать надо на землю в любое место которое обозначено желтым квадратом завалим давайте сортир рабочим чтобы не прогуливали работу скажем так Я надеюсь, оно за пределы там не высыпется, а то потому что... Ой, беда, может быть. У меня же даже ковша нету. Строительная фирма, овощной склад, бетон, все нормально. А, гравия, нормально. Гравий засчитался. Бетона, кстати. Бетоновоз съездил, привез, поехал обратно. И так как там ничего нету, мы еще там ничего не купили, то, соответственно, он ждет. Нужно привезти еще два кузова. Там же два. Да, 50 кубов всего надо. Поэтому погнали, купим. Вообще, первому мы купим 11 кубов и 2 литра. А потом купим еще 13 кубов, и он все прекрасно привезет. Давайте, 11 кубов и 2 литра. И он не стал сам сейчас загружаться, хотя... А, он даже триггер проехал. Я понял, бывает. Но он съездил, это все дело работает. Оп, 11 кубов и 2 литрика. Загружайся давай, красавчик. Едь, выгружайся теперь. А мы тем временем купим, да стой же ты. А мы купим еще 13 кубов. И на этом у нас все вот это вот дело будет закончено. Точнее, с бетоном. Купить. Все. Соответственно, он их сам сюда привезет, а мы поехали съездим еще за песком. Потому что надо еще 35 кубов песка привезти. И для этого мы воспользуемся опять-таки нашим вот этим маном, на котором мы привозили сюда гравий. Соответственно, погнали. И, соответственно, приезжаем мы. И только что приехал ман, который разгрузил здесь бетон. Его надо перехватить, потому что это последняя его ходка была. Стой, зараза. Может даже пока что вот здесь устоять. Нам надо высыпать песок. Высыпать песок. Высыпать песок. И высыпем его вот сюда. Здесь много места. И за линию он вроде как за желтую, за эту не должен будет вылететь. Давайте как-нибудь вот так вот. И нормально будет, да? Во. Вот сюда. Пойдет. Открываем строительную фирму. Смотрим, что у нас происходит. Бетон весь есть. Песок весь есть. Гравий весь есть. Это прекрасно. Остается брус из стройматериала. И для этого нам потребуется наш контейнеровозик. Который у нас уже использовался для всех этих целей. И который будет использоваться сейчас. Вон он стоит. Оранжевый. С помощью него, кстати, мы как-то на стриме продавали овощи из тепличек. И как по мне, это отличная мысль. Значит, зацепляемся. И, друзья, было много вопросов. А где же украсть брус? Где его вообще взять? И как вообще здесь это все дело работает? Объясняю еще раз. Да, я, кстати, в обсуждениях в группе Золотого Колоса видел, что типа нелогично. Мойку можно строить на 30 рейтинга. А брус, по сути дела, добыть можно, когда у тебя куплена мебельная фабрика. А мебельная фабрика у нас сколько рейтинга требует? 53, по-моему, да? Да, 53. Типа нелогично. Так вот, друзья, по задумке просто не завезли еще механику аренды предприятий. Скоро завезут. Скоро все будет работать. Просто карта не допилена еще до конца. Потому что все хотели пораньше в нее поиграть. Поэтому есть вот такая предварительная версия. В которой еще не все механики работают. Так что да, можно будет это запросто, этот брус, брать хоть с самого начала игры. Но откуда я взял брус? Есть куча способов, друзья, украсть брус. Украсть я сказал, потому что, ну, это такой, знаете ли, РП момент. Я ж не скажу, что я прописал его в себе просто в прицеп. Это не круто. Ну, точнее, да, он просто тупо прописался в прицеп из ниоткуда. Есть масса способов это сделать. Начиная от всяких модов, которые это умеют делать. И заканчивая просто тупо редактированием вашей сохранки. Но не будем, друзья, зацикливать на этом внимание. Нам нужны стройматериалы и они продаются тоже на ЖД складе. У нас есть еще один свободный контейнер. Он как раз на 30 кубов. И именно 30 кубов этих самых стройматериалов требуется у нас для стройки. Поэтому, соответственно, мы едем на ЖД станцию и забиваем этот контейнер стройматериалами. Полетели. И, друзья, в итоге нам надо вот этот вот полуприцепчик оставить где-то вот в этой желтой зоне. Хотя, кстати, с другой стороны, может быть, есть какое-то место, которое не будет мешаться. Давайте вот здесь его бросим. Потому что товарищ будет ездить на разгрузку. Мы-то сейчас будем нашими фермерскими делами-то продолжать заниматься. Стройку мы заканчиваем. Точнее, стройку теперь будут вести рабочие. Мы их снабдили всеми материалами, которые им нужны. А у нас-то дел еще куча, правильно? Давайте его вот здесь вот бросим, и он не будет никому мешать. Хотя в 8 часов, на самом деле, его можно будет отсюда убрать, когда начнется стройка. А еще, кстати говоря, пока не началась стройка, надо убрать вот эту вот бетон-выгрузку, то, что мы здесь намутили. Потому что это нам больше не надо. Во-первых, удаляем вот эту точку. А во-вторых, все вот эти вот точки мы тоже стираем. Они нам не нужны. Аккуратненько вот этой вот мышкой. Ничего еще лишнего не удалить, потому что вот эта вся система мне нужна. Во, все, теперь все будет работать, как и раньше. Ну и да, кстати, проверяем заодно, все ли у нас здесь в порядке. А у нас здесь все в порядке. Мы привезли все. Бурус останется лишний, но он потом также выпилится оттуда. Это не проблема. Ладно, погнали заниматься нашими фермерскими делами. Потому что со стройкой, по сути дела, все. В 8 часов она начнется, и все будет прекрасно. Так, друзья, для начала мы, конечно же, отправляем нашего комбайна убирать рожь. У него низкий уровень топлива, но вроде как его должно хватить для того, чтобы убрать вот это вот поле. Потому что тут ему реально три раза проехал, да и все убрал. Ну и надеюсь, что 30 кубов ржи он здесь соберет, чтобы мы могли выполнить контрактик. Далее. Вот этого вот товарища я не знаю зачем, но я решил помыть. И, соответственно, он теперь чистенький и прекрасный. Ну и мы его отправляем тогда... Куда мы его отправляем? Мы его отправляем на поле номер 18, чтобы он это все дело оттуда отвозил на базу. На базу зерно выгрузка. Оп, давай работай. Они вроде как справятся. Сначала отвезем все на базу, потом посмотрим, хватит ли нам для выполнения контракта. Или будем тогда ждать следующего урожая. Или же тогда поставим мана, который будет это все дело по контракту отвозить. Далее, смотрите, что у нас еще есть. У нас есть вот такой вот Урал, тягач. Он здесь у нас обитает, если можно так сказать. И его мы отправляем, знаете куда? На садовый центр. Садовый центр рассада. Вот. Ей туда. В общем-то, пока он туда едет, мы с вами погнали на этот самый садовый центр. Посмотрим, что там надо сделать. Самое интересное, что прибываем мы на садовый центр. Открываем меню теплиц, а не садового центра. Северный тепличный комплекс. Да, мы купили теплички когда-то давно. И уже было три урожая с этих тепличек. И что-то было продано, а что-то было не продано. В общем-то, я купил в прошлый раз грунта сюда. И уже его весь отвез, и его даже загрузил весь. Вот такой вот я молодец. Еще не весь вывез отработанный грунт. Но это, знаете, потом, когда пойдет посев, когда ман освободится, он это все сделает. Это не проблема. Также там у нас на складе есть клубничка 280 кубов. Я ее пока что не очень сильно хочу продавать. Может быть, потом будет контракт. Может быть, еще что-нибудь будет. Но что я решил сделать. У нас впереди на этом грунте, который мы сейчас купили свежий, впереди три урожая. И, соответственно, я решил, что эти три урожая будут полностью забитые теплицы трех разных сортов овощей, которые у нас здесь доступны. То бишь, томаты, огурцы и баклажаны. Давайте начнем, не знаю, с томатов. Покупаем семь вот этих вот поддонов с рассадой томатов. И, соответственно, сейчас сюда приедет Урал. Он уже почти подъехал. Мы это все дело загрузим. И отправим его посадить эти самые томаты. Сейчас в начале восьмого они будут засажены. В начале восьмого следующего игрового дня. Где там этот самый Урал? Давай, едь быстрее. Они будут засажены, они будут собраны. И я, в общем-то, в это время буду каждый раз контролировать. И будем эти самые теплички поддерживать, скажем так, в некой форме, если можно так сказать. Так, прибыл. Молодец. Раз прибыл, значит, мы загружаем тебе всю эту рассаду на прицепчик. Потому что здесь есть автоподбор. Жалко, мана с автоподбором сюда не завезли, потому что он был классный. Мне очень нравился. Увы. Но там механики нехорошие, которые в девятнадцатой ферме плохо себя проявляют. Значит, закрепляем вот это вот все дело в ремнями. Опаньки, семь часов стукнуло. И знаете что? Теплицы-посадка. Вот так вот это работает. Отправляем его на эту точку. И он, в общем-то, проедет через теплицы и засадит все теплицы. Вот так вот круто это работает. И поэтому с теплицами мы разобрались. Погнали тогда смотреть на наши поля. А на поле у нас, получается, он сделал первый круг. Насколько я понимаю. Или он только делает первый круг. Да, он только заканчивает первый круг и уже набил 15 кубов. Замечательно. Значит, с ракетом он здесь соберет как нефиг. Это прекрасно. Значит, выполним контрактик. Только вот ман пытается все время его разгрузить. А пока что рано его разгружать. Но хотя бы держится рядом. Это уже хорошо. О, сейчас тут все пойдет. Вообще тут все пойдет. В общем-то, ладно, ребята, развлекайтесь. А мы возвращаемся к нашим тепличкам тогда. Сюда как раз уже приехал наш Уральчик. Сейчас он проедет вокруг теплиц и произведет, что называется, посадку. И получается где-то в 7.03, в 7.04, скорее всего. У нас будет все это дело совершено, завершено. Да, уже 7.04 стало. Во, смотрите, как это будет работать. Все классненько. Ну и вот, подъезжает. И проезжает сквозь теплицы. Соответственно, эти поддончики все исчезают. Вот, у нас, правда, списывают кучу денег. Хоп, и все. Теперь у нас здесь растут томатики. Либо клажаны, не помню. Черт, ладно, не важно. Соответственно, он потом вот так вот здесь паркуется. И Валерон увольняется. Но мы, друзья, отправим его на парковку. Почему парковка класса, я не понял. У него должна быть парковка Урал Тягач. Давай, ехай и развлекайся. Нажатием одной кнопочки он приедет и припаркуется обратно в свой гаражик. В специально выделенное для него место. Так, что у нас тут, а? Он ездит по кругу, все собирает. Красавчик. Ладно, ждем тогда, пока он все это дело соберет. Блин, знаете, я все-таки обожаю этот комбайн. Он так быстро убирает все поля. Просто молодец. Просто красавчик. Оп, и все. Все готово. Давай, дружище, разгружайся. А, кстати говоря, 40 кубов-то мы здесь и не насобирали. Хотя, с другой стороны, наверное, нам надо было не 40, а 30 склады. Что у нас там на ферме рожь? 110, а надо на 140. Да, сейчас выполним контракт, все будет классно. Давай только, дружище. Хотя, пока ты здесь разгружаешься, погнали, сделаем другие задачи. Надо это поле засеять и надо это поле закультивировать. Начнем мы, конечно же, с культивации. Культиватор у нас стоит не здесь, он у нас стоит вот здесь, да? Вот здесь стоит. Красавчик, открывайся. Вот он, наш классный культиватор. Почему парковка Фент у тебя стоит здесь? Неужели оно все позбивалось? Ладно, не суть важна. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы генерируем маршрутик. Причем, самое что ни на есть, простой, не удалось. А, ну да, я поле не выбрал, все нормально. Вот такой вот маршрут для нашего суперкультиватора. Ставим ему вот здесь вот поле 18. Ставим, чтобы он работал по курс-плею. Со стартовой точки и отправляем его на это место. Соответственно, он съездит, закультивирует это поле и станет сюда обратно. Вот такая вот крутота, крутотинюшка. А вот в этом ангаре у нас хранится наш красненький кейс. И здесь у нас стоит наша сейлка. В эту сейлку я съездил, купил семян с травкой. И поэтому ему мы сейчас генерируем точно такой же маршрутик на 18 поле. Этого ему 100% хватит на то, чтобы засеять это поле. И отправляем его работать по той же самой схеме. Со стартовой точки. И он точно так же съездит, все это дело засеет и вернется потом сюда обратно. Вот такая вот крутота. Да, кстати, только можно еще сначала вызвать самолетик, который это все дело у нас удобрит. Разок перед посевной. Наверное, знаете что? Пускай сначала он удобрит, а потом мы поставим посев. Это будет работать примерно так. Значит, с эмана мы отправляем на зерно разгрузку. А вот этого товарища мы снимаем с курсплея. Отцепляем ему жатку. Сворачиваем его. И везем на ангар. В ангар. Опа, вот и самолетик прилетел. Как все быстро работает, да? Такая вот сразу стадия удобрения пошла. Все нормально. По плану, погнали его поставим куда-нибудь в хранилище. С счетом того, что он с разными жатками, я ему не назначал место парковки, потому что... Ладно, я сам запаркуюсь, это не проблема. Пускай вот здесь вот стоит тогда. Надо будет еще разобраться с плугом, куда-нибудь его спрятать. Но это вот все у меня руки не доходят. Ну и раз поле у нас уже удобрено, да и отпустили мы немножко наш культиватор, давай, дружище, едь и сей. Ну а этого товарища мы, кстати, можем спокойно сейчас прервать и отправить работать по контракту. Загружаешься на зерно загрузки, выгружаешься на жд станции зерно и возишь ты, дружище, у нас рожь. Рожь, дынь, все, ехай. Открываем задание. 140 кубов, отлично, нам хватит этого урожая, можно его вот сюда вот повесить. Давай, дружище, отвози. Заполняется до конца, все прекрасно работает. О, кстати, Урал приехал, запарковался, этот гараж, соответственно, можно закрыть. Черт, они сейчас тут могут не поделить. А, кейс куда-то поехал разворачиваться, да, потому что я его прервал в самый ненужный момент на перекрестке. Ладно, такое бывает, заодно отпустят. В общем-то, следующее, друзья, мы ждем, пока вот это поле засеется и можно будет немножко промотать времени до следующего урожая. Ну как до следующего, до урожая, который будет вот здесь. Он еще не созрел. В общем-то, опять, опять ждем. Ну и что, друзья, вот у нас посев-то и заканчивается. Товарищ работу свою завершил, сейчас поедет припаркуется. Также, кстати, параллельно я запустил еще, надо было раньше это сделать. У нас есть старый фэндик маленький и 14-кубовый прицепчик. Я его отправил возить отработанный грунт. Пускай катается, есть не просит, что называется, пускай ездит, да. Также у нас уже 118 кубов отвезено по контракту на рожь и... А, он приехал за рожью, но не поехал ее отвозить. Я тебя понял, дружище. Меня надо отправить. Едь. А, еще и на заправку ему приперло. Ну, в общем-то, он сейчас съездит, отвезет все это дело и у нас будет выполнен контракт. Оттуда у нас челик смылся, это прекрасно. А где он, кстати? Я что-то обратил внимание, у меня позбивались настройки парковки. То есть, они не на свои места парковались. Что у Урала был этот классовская парковка, хрен его знает. Может быть, это я сейвами немножко накосячил. Ну вот, опять, не туда же он собирается. Он же в пятый бок собирается парковаться, да? Или нет? Культиватор в пятый бок собирался парковаться, хотя ему туда не надо. А этот? Не, этот вроде нормально, едет в свой. Хорошо. Значит, смотрите-ка. Надо еще раз удобрить это поле. Это мы делаем с помощью самолетика. 18-е поле. Все, погнал удобряться. Контракт сейчас выполнится. Это тоже, в принципе, все понятно. Нам прибыл парковка СЛК. Это тоже понятно, друзья. Давайте мотнем время до 8 часов утра. У нас здесь, во-первых, запустится сейчас стройка. Мы на это дело глянем. А во-вторых, мне надо сходить в одно место. Оп. Черт. Я пропустил контракты, потому что перепутал кнопки и мотанул лишний час. Зато есть снабжение щипы. Но, друзья, этого я делать не буду, потому что щипу нам брать негде. Надо деревья эти пилить. Я не хочу этим заниматься. Вот то, что я контракты провафлил, там точно и срочный груз был, и еще что-то было. Лошара я, короче, ладно. Ничего страшного. Может, там поле созрело наше тене? Не созрело. Ладно. Заходы от продажи урожая 100 евро. Это грунт продается. Не обращайте внимания. Так вот, что у нас здесь? У нас здесь парко... Начало это самое строиться. Вот эта штука. Появились звуки. Контрейнеровоз можно отсюда убрать. И уже час оно, кстати, как строится, потому что я, лошара, перепутал кнопки, время мотнул. Не суть важна. Ман тем временем заправился, тоже красавчик. Работа выполняется 15%. Все прекрасно. Но я, друзья, что хотел? Именно в 8 часов утра я хотел в риелторское агентство сгонять. Потому что в риелторском агентстве можно себе купить новые поля какие-нибудь. И вот 4-5-е, я на него засмотрелся. У нас уже 38 рейтинга. 4-е поле можно было брать с 37. 416 тысяч у него номинальная стоимость. Поэтому мы делаем запрос. Лояльность у нас все прокачано, все прекрасно. И 5-е поле, оно у нас подойдет под объединение. Вот это вот все дело будет работать. 306 тысяч у него номинальная стоимость. И мы тоже запрашиваем. У нас остается еще около 100 денег. Около 100 тысяч лишних, скажем так, в запасе. Я вот думаю, можешь что-нибудь продать, потому что они могут и больше накрутить. Ну ладно, пока посмотрим так, потому что все это дело у нас не горит. Семена у меня закуплены, в общем-то больше расходов никаких не ожидается. И сейчас еще, кстати, рожь немножко продастся. А потом мы еще морковку поедем продавать с контракта. В общем-то все у нас хорошо. Я заблудился. Так бывает. Во, на базу каким-то образом вышел. Так, товарищ, ты что сюда приехал? Он поехал опять на загрузку. Нехорошо ты придумал, друг. Давай разг... Ну ладно, даже я тебя сам отвезу, уже раз ты такой. И мы выгружаемся. И опять у нас покапали денежки. Но что самое прекрасное, контракт на поставку товара рожь выполнен. Это прекрасно. Еще 5 кубов у нас лишних осталось. И в общем-то пускай их тоже продаем. Еще 2000 у нас будет. Тогда этого товарища мы отправляем на работу с комбайном на поле номер 6. Хотя там еще никакой работы-то толком нету. Поле номер 6 и выгрузка будет на универмаг овощи. Давай, ехай. Мы же переносимся на базу. И в общем-то мотаем время. Вот этого товарища сейчас отвезу на поле. Мотаем, друзья, время и ждем пока созреет наш урожай. Боже, как здесь громко. Почему звук перфоратора все время такой? Кошмар. А вот, друзья, в 11 часов у нас-то все и созрело здесь. Созрело же? Да, созрело. Отлично. Соответственно, разворачиваем вот эту вот штуку. По-быстренькому так. Давай, разворачивайся. Она долго разворачивается. Ладно. Врубаем эту шайтан-машину. И нам надо собрать 5 кубов этой самой морковки. Но я думаю, что это не проблема будет. В общем-то, полетели. Даже 6 кубов собрали. И там в итоге было бы примерно 10. Понятно. Теперь вопрос. Где наш ман? А наш ман едет. Молодец он. В общем-то, шайтан-машину эту можно выключить. И знаете что? Давайте его вот здесь вот так вот поставим. Пускай он стоит с открытой трубой. А мы перехватываем наш ман. И сами сейчас ручками все и отвезем. И это будет намного быстрее. Правильно? Правильно. Выгружаемся. И хоп. У нас контракт выполнен. 2 300 еще осталось лишних. Тоже их продаем. Итого. Заданий у нас сейчас никаких нету. Щипа снабжения. Я что его взял что ли? А, это предложение. Я понял. Я уже испугался, что я его взял. Принимать мы его не будем. Потому что делать я его не хочу. До этого надо купать то ли участок с деревьями, то ли... Короче не хочу. Сами понимаете. Предложение действует еще 24 минуты. Но пускай действует. Так. База. Зерно. Выгрузка. Дальше поедешь работать именно туда. Понятно. Стоишь не так. Значит отправляем его. Пускай он работает с комбайном. Который сейчас будет... Опаньки. Монетка. Где-то здесь была. А вот она. Нашел. Так вот. Погнали на базу. Короче скажу я последнее такое прощальное слово. О планах на будущее. В общем-то друзья. Да. Для начала мы конечно же из аренды во-первых сдаем вот это вот все то, что нам уже не надо. С корнеплодами упарываться я сильно особо не хочу. Вот. Значит. Я друзья поубираю вот эту вот всю рожь. Буду здесь засеивать. Пахать. Убирать. Также слева у нас четвертое поле. Я не знаю продадут нам его сейчас или нет. Но рано или поздно его продадут. То есть я добьюсь того, что мы это все дело купим. Потом я все это дело объединил. Это будет одно большое поле. Классное. Его я тоже буду сеять, собирать и так далее. Также вот тут вот у нас вырастет травка. И это все тоже будет замечательно. И какая друзья у нас цель. Следующая цель у нас это заводы. В частности купить мельницу. Первое что я хочу сделать требует она 55 рейтинга. У нас на данный момент 40. 15 рейтинга скажем так между сериями накопить это довольно тяжело. Поэтому впереди будет просто какой-то такой гринд у меня. Который я снимать скорее всего не буду. Потому что просто уборки. Просто вот эти контракты. Это все не интересно. Но. Возможно мы это дело по стримим. Это я к чему говорю. Что следующая серия скорее всего выйдет относительно не скоро. А может и скоро. Хрен его знает. Будем смотреть. В контракты упарываться я честно сказать. Мне уже надоело. Я имею ввиду работу на чужих полях. Вот это вот все дело может быть как-нибудь по стримим. Для спонсоров стримы точно будут посвящены всему этому делу. Приехал. Сейчас поставим уборку. Не переживай. Плюс с тепличками поупарываемся. Возможно еще 1-2 урожая соберем. Точнее 2 грунта лишних. С продажами не знаю что я там буду продавать. А что не буду. Посмотрим на контракты которые будут выпадать. Потому что сейчас рейтинг. 2 миллиона нафармить в принципе особо большой проблем это и нет. Хотя мы сейчас поле купим. Хотя с другой стороны я это и на контрактах смогу сделать без проблем. Я имею на чужих полях. Но пока желания особого нет. В общем так следующей серии у нас уже точно вот это вот все дело достроится. У нас уже будет 2 поля. У нас уже будет 55 рейтинга. И мы поедем покупать мельницу. Так что как-то так. Ну и друзья чтобы не пропускать серии. Не забудьте подписаться на канал. Если вы здесь еще впервые не подписаны. И колокольчик жмакните. И стримы не будете пропускать. А еще у нас закрытые стримы проходят. Там по всяким другим прохождениям бывает. Ну и вот это вот мы будем дело продолжать. Поэтому можете спонсорку оформить. Она дешевенькая. Всем спонсорам кто это уже сделал. Огромнейшее спасибо за вашу поддержку. Также друзья кстати не забудьте поставить лайкусик. И черкануть какой-нибудь комментарий. У меня друзья на этом все. Огромное всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем покаки.